На прошлой неделе в Магнитогорской Горно-Металлургической Академии произошло очень важное событие. Впервые за более чем 60-летнюю историю этого крупнейшего в России индустриального вуза кандидатскую диссертацию защитил иностранный специалист. Мне кажется, вы волнуетесь. Конечно, как всегда, я чувствую ответственность за проделанную работу, а когда это чувство и есть, волнение неизбежно. Вы полагаете, что диссертант внесет вклад в науку нигерийскую металлургическую или все-таки российскую? С точки зрения практики он внес вклад для собственной нигерийской металлургии. А в части научного вклада это общий для мировой науки. Технология производства конвертерной стали в условиях аджакутского металлургического комплекса. Так называется диссертация господина Мохаммеда Янеджи. Как известно, металлургический комбинат в Нигерии строили магнитогорцы. Видимо, поэтому нигерийский специалист счел для себя возможным защищаться в России. И что особенно важно, в его диссертации оказалось немало полезного и для российской науки. В основном это относится к научным разработкам по энергосберегающим технологиям. Диссертанту из Нигерии удалось даже скорректировать некоторые неточности, допущенные московским гипромезом при проектировании медкомбината в Аджакути. Господин Ибрагим, мне приятно, что Ваше имя попало в историю магнитогорской науки как первого иностранца, защитившего диссертацию. Позвольте поздравить Вас, во-первых. Спасибо Вам большое. Спасибо. Спасибо Вам большое. Спасибо, конечно, Магнитогорск. Для нас это имя остается в память нигерийского государства, поскольку с начала моего обучения и здесь я уже ощутил, что, конечно, наука нашей академии самая сильнейшая. Мне предлагали учиться в Канаде, в Англии, поскольку мы являемся колонией Англии. И решили, что действительно надо продолжать науку и внести свою лепту в развитие науки в Нигерии с помощью, конечно, Урала. Трудный момент в России, но администрация академии, конечно, очень здорово помогала в достижении вот такого уровня в науке и технике. Конечно, это незабываемо. Спасибо Вам большое. Сажу вам всем. Господин Аблагим, сколько Вам лет? Мне 32 года. То есть Вы с дальним прицелом понимаете, что будущее российской экономики на Урале, так? На Урале, на Урале, безусловно. Без этого уже, я думаю, что без этого просто невозможно. То есть в Канаде поэтому и отказано было? Конечно, конечно, отказано.